Хануки Народ Божий, он присоединился с Богом, чтобы почувствовать здесь, на земле, себя, как на небе, чтобы почувствовать, что Бог благ, милостив и много-много, знаете, вот, прощающий. Это Ханука. Вот то, что вы сейчас пережили, эти чувства, как небес на земле, слова, словия, хвалы, стремление к Богу, стремление, чтобы Господь прикоснулся и изменил, это суть Хануки. Можете сейчас присесть. Я хочу в первую очередь сказать большое вам спасибо. Я хочу сказать спасибо грубой прославлении, которые нашли время репетировать. Спасибо Оле, что помогала нашему хору, всем. Я не думаю, что я надолго возьму ваше время. Но в любом случае, давайте поблагодарим и Господа, и наше грубое прославление, что они так прекрасно постарались. Молодцы, спасибо. Спасибо. Если вы помните, уже на протяжении нескольких месяцев мы говорим о том, что цель этого года – это год встречи с Богом лицом к лицу. И я верю, что мы к этому идем. Я не думаю, что мы достигнем того, чтобы нам расслабиться, сказать, а нам уже и небес не нужно. Мы будем нарастающие, идти, идти. Но самая главная цель – это встреча с Богом. То, что Бог желает. То, что открывается в Писании. То, о чем говорит Ханука. Очень давно был интересный советский мультик. Украинский. Кто помнит этот мультик «Как казаки в футбол играли?» Интересная мысль подтолкнула меня на то, чтобы сказать проповедь на эту тему. Как это связано с Ханукой. А очень просто. Что такое Ханука? Это примерно то, как евреи храм очищали. Интересно, потому что в прошлом году был акцидент на Думской площади. Я благодарен нашим еврейским братьям, которые, не стыдясь, не боясь, так твердо, где-то, может, с хуцпой такой, ставят на Хануку большую минору. Помните, да? И знаете, она зажигается. В прошлом году был акцидент, где определенные люди с религиозным уклоном христианского толка, мы не будем говорить, какой-то динаминации, пришли и ее разрушили, скинули, поломали. Потом написали в мэрию, чтобы не разрешать евреям делать вот такое вот, ставить Хануку. Это в христианской стране евреям давать возможность сделать их нееврейские праздники, не нужно запретить и так далее, и так далее. Потому что мы, как христиане, не празднуем таких праздников. У нас есть свои традиции и так далее, и так далее, и так подобное. Знаете, когда это произошло, ко мне пришла эта идея посмотреть лучше и серьезнее на этот праздник. И я вам скажу, таки да, это наш праздник. Это, я вам скажу больше, если вы будете читать Танах, это еврейское писание, вы там нигде не найдете упоминания Хануки. Ханука упоминается только в традиционной иолеусной Торе, как традиция, которая есть, и как бы ни больше, ни меньше. Как бы такое. Но в Танахе, в том, что читают евреи, вы не найдете упоминания Хануки. Но вам скажу, в Новом Завете, там написано. Иоанна 10, глава 22 стих. Иоанна 10, глава 23 стих. Иоанна 10, глава 23 стих. Праздник света, благословения. И все же история мужественных маковеев, начавший потом как бы праздник Хануки и праздник обновления, начался в 167 году до н.э., когда Иудея была порабощена греко-римского или греко-сирийским правлением. Иудея до этого имела проблемы. И до этого ее порабощали, ее ставили на колени, принуждали отказаться от веры отцов, от веры в Бога Авраама, отца Хаякова. Их принуждали изменять направление надежды, которая у них была. Мы читаем в Писании, что евреи за историю, которая несуществовала на земле, неоднократно не поклонялись идолам. Но здесь история идет намного серьезнее. Я говорю о том, как евреи храм освящали. Говорю то, что когда-то в жизни еврейского государства произошла трагедия. И она записана в книге Маковейских. Александр Македонский, который завоевал в то время почти полмира, он завоевал Иудею. В первой главе, первый стих говорит, «После того, как Александр, сын Филиппа, Македеянин, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя Персидского и Медианского, воцарился вместо него прежде над Элладою. Он произвел много войн, овладел многими укрепленными местами, убил царей земли, прошел до пределов земли, взял добычу от множества народов и умолкла земля перед ним. И он возвысился, вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско, господствовал над властями и народами, и властелинами. Он сделался и тем, кто давал ему дань». Что-то интересное, когда Александр умер, разделился царство на четыре позиции. И вот тогда Эпифан IV, который воцарился, он сделал нечто, он ужесточил позицию еленизации в Иудее. Свою бытность Устин писал, что не было ни одного врага, которого не был бы порабощен Александр, не было ни одного города, которого бы он не взял, ни одного народа, которого бы он не покорил. Но при Антиохе стало еще хуже. Что происходит? Книга Маковецкая говорит о том, такие слова. «Вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме. И воцарился в 137 году царство Елениского. И в те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, пойдем и заключим союз с народами, окружающий нас. Ибо с тех пор, как мы отделились от них, постиг нас многие бедствия». Другими словами говорили, мы не похожи на все остальные народы. Мы отделились, мы стали самородками, мы отделенные. И мы говорим о том, молитвах, которые мы сегодня с утра читали, это то, что ты отделил нас от всех народов. Они чувствовали себя отделенными. И на самом деле Израиль был отделен от других народов, потому что Бог избрал их. И добрым покажется слово их в глазах. Доброе слово было сказано. Давайте, говорит народу, давайте мы что-то сделаем, мы станем, как все остальные. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю язычников. И установили у себя необрезание, отступили от Святого Завета. И соединились с язычниками, и продавались, чтобы делать зло. О чем Ханука? Только лишь о том, что вспомнишь, что произошло тогда, с лишним лет назад? Или же наоборот? Ханука – это не восстание, просто иудеев, это несогласие с тем, что то, во что я верю, что верили мои отцы, на то, что мы уповали, невозможно уничтожить и изменить. Я верю, что для многих из нас Ханука – это не просто праздник света или зажигание свечей на Приморском бульваре. Это время, когда человек, который сознает, что он нуждается в Боге, повернуться от своих дел и прийти обратно к Богу. Царь Епифан, он сделал то, что он наложил на Израиль бремя, которое возмутило многих. Многие согласились с этим. Многие стали похожи на греков. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим, города иудейские, чтобы они следовали указаниям чужим для всей земли, чтобы не допускали всесожжения, жертвоприношения, возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники храмы и капища идольские и приносили в жертву свинью или свининое мясо скотов нечистых и оставляли сыновей своих необрезанными, оскверняли души их нечистотою и мерзостью для того, чтобы забыли закон и изменили все постановление. Это был принцип. Принцип насаждения греко-ассирийского мышления. Это не первичное упоминание. Раф Шаул пишет в послании к Коринфянам, 10 глава, 19 стих. А что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенность есть что-нибудь? Имеется в виду, что есть идол? Фактически это не что, но не то, что язычники приносят жертвы, но то, что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю, чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Новый Завет очень интересно и аккуратно подходит к этому вопросу. Потому что эллинизация или же изменение мышления для человека, оно стоит в краеугольной позиции. Дьявол всегда будет пытаться нам навязать свое мышление, мышление этого мира. Мы понимаем, что восстание в Иудее началось с священника. Был такой священник, который восстал, и Матфей, Матитьяху, да? Он восстал, чтобы не согласиться с той попыткой народа превратиться в видопоклонников. Он, конечно, был очень таким ревностным, как Зелот. Знаете, вот ревность о доме моем, да, о Боге, оно снедает меня. Псалом 68, кажется, да, там, говорит, ревность о доме Бога моего, оно снедает меня. И Шуа то же самое сделал, когда пришел в Иерусалайм, он зашел на гору, где был храм, в храмовом притворе. Он увидел людей, которые меняли, как бы сказать, деньги на жертву, увидел, менял и ревность по дому Бога его. И он поднялась внутри, он взял веревки, сделал бич и выгнал всех, менял. Почему? Потому что превращалась в идолопоклонничество. Или же меня велось туда, где принцип был еленизма. Мы понимаем, что Иуда, бывший, это сын Матфея, который после смерти отца возглавил восстание. От этого называется Иуда Макавей или Хасманеи. Макавей означает Макабий, это слово молот. Он получил это название в первом бою, который он совершил вместе с отцом. И когда он поднялся против порабощения, он нанес очень много урона для греков. Он встретился с ними, побеждал их, потому что Бог был с ними. И когда они захватили уже часть Израиля, они пошли сражаться с другими войсками. Вот что сказали ему люди. Как мы можем сражаться против такого множества людей? Иуда отвечал им. У Бога нет различия, многими спасать или немногими. Нет множества войск, бывает победа на войне. Но с неба приходит сила. Они идут против нас, надменные, нечестивые, чтобы истреблять наших жен и детей. А мы будем сражаться за наши души и завет отцов. По мне лучше умереть в сражении, чем видеть бедствие народа. А там пусть будет, как решит Всевышний. Его слова вдохновили людей не просто на борьбу, а на то, чтобы сделать нечто особенное. Не соглашаться с идолопоклонством. Не соглашаться с тем образом жизни, который насаждался врагом. Они не соглашались с тем, чтобы не следовать закону отцов. Они не соглашались с тем, чтобы не следовать Слову Божьему. Они поднимались и двигались дальше. В одно время, когда Иудов захватил Иерушалаем и сделал обновление в храме, нечто произошло. Об этом говорит Ханука. То есть сама история. Что очистив весь храм, они вынимали большие, например, камни, которые были окровавлены жертвами нечистых животных и оставляли в сторону, потому что они не знали, что с ними делать. Они часть храма вроде святого, но не оскверненные. И оставляли это на территории храма, чтобы знать, когда придет Мессия, Он скажет им, что с этим делать. Поэтому они спрашивали Иешуа такие слова. Ты Мессия или нет? Потому что мы хотим знать, что нам делать с этими оскверненными камнями. Ишуа говорит о том, что вы должны поверить в то, что я делаю. Все остальное, камни, это камни. Вы должны изменить не просто образ своего поклонения или же образ храма. Вы должны изменить свой храм, который должен быть очистен от всего скверного в твоей жизни. Иудеи смело сражались. Они боролись. И вот однажды, когда такой был военачальник, как Лисий, он пришел с множеством людей. 32 компании были или группы людей, которые были во главе этого войска. Во главе каждой группы было несколько тысяч человек. И шел вооруженный или же оснащенный слон. Как, знаете, как пролом такой. Один из участников борьбы с Иудой, он посмотрел и увидел такое множество войска, что когда солнце поднялось, от сияния их щитов залило почти всю долину. Они были в шоке. Но они решили сражаться. Они взяли этот вызов. Один юноша, имея в себе дерзновение, это описывают историки, он пролез между ногами слона и распорол ему живот. Это чудовище просто рухнуло на него. Конечно, в эту битву евреи не выиграли. Они ее проиграли. Иуда погиб. Позже воцарил стал, выбрали младшего брата Иуда Маковея. О чем я хочу сказать. В 162 году был выбран другой брат, сынов Маковеевых, или же Хасманеев, извините. Там было сделано одно условие. Народ выбрал и получил свою свободу. Там установление было, что сыны Хасманеев, или же Иуда, не Иуда, а Матфея, будут не только священниками. Им дали другой титул. Это титул еще царей. Они были царями и священниками. И это было положено законом, как бы такое постановление, пока не придет Мессия. Конечно же, уже в 162 году, до нашей эры, все изменилось. Рим уже взял в свои руки постановление. И потом они поставили Ирода Великого, который положил конец династии Хасманеев. Но что интересно, законом Божьим было запрещено священнику, первосвященнику, быть и священником, и царем. Но вот здесь постановление было пророческое, или же мессианское пророчество, потому что в Ишуа Мессии мы знаем тот, который является из царского рода, из рода Давида, по чину Мелхиседека. Он стал царем и священником по Божьему проведению, и Он подцарствует во веки. Мы понимаем, что это как бы пророческое слово, которое было дано наперед. Но что я хочу сказать? В чем суть Хануки? Первое. Ханука – это не согласие с образом жизни, которое вел Израиль. Это ревность о Боге Израиля. Ханука – это не просто борьба иудаизма и очищение храма. Ханука – это в первую очередь ревность по Богу. Для того, чтобы встретиться с Богом, необходимо Его знать и желать Его. У вашей жизни может быть ситуация, которую вы случайно пережили. Вы думаете, что что-то особенно произошло в вашей жизни и не знаете, кто помог вам в этом. Я хочу вам сказать одну вещь. В вашей жизни Бог имеет первую, как бы сказать, основную позицию. Потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Поэтому, когда мы встречаемся друг с другом, мы можем видеть то Божье провидение или же Божье обеспечение, то Божий дизайн, который Бог сделал в твоем соседе. Поэтому, когда мы живем в этой жизни, нам необходимо подумать о том, что ревность о Боге, и которого мы не видим, но мы хотим познать, должна быть в нашей жизни очень сильной. Вам, говорю, язычники, как апостол язычников, я прославляю и служение мое. Не возбужу ли ревность сородичек моих по плоти, не спасу ли некоторых из них. Другими словами, ревность по Богу это цель Хануки. Ханук это несогласие с еленизмом, несогласие с идолопоклонством, несогласие с измененной жизнью, или же мирской жизнью. Ханука это возможность прийти к Богу. Несогласие с обстоятельствами. Мы, может быть, или я могу так говорить, я, может быть, и древний человек, потому что я весьма консервативный. Я весьма, может быть, пытаюсь, чтобы молодежь, современное наше общество приближалось к стандартам Писания. Конечно же, в современном мире мы сегодня управляемся греко-римским укладом. мы сегодня в нашем мире мы думаем греко-римским мышлением. Мы, может, не хотим смотреть на общество как на общество наших отцов и наших прародителей, которые установили некоторые иудеи, христианские принципы морали. Сегодня мир преподает для нашей молодежи именно это мышление. Несогласие с нашими родителями, несогласие с Писанием, и они всегда говорят такие вещи, это было давно, это древнее, вы не современные, вы не понимаете, что мы можем сделать, у нас совсем другая жизнь. На самом деле это происходит. Греко-римский уклад общества мешает будущему поколению понимать, кто есть Бог. И хануко, фактически, это не просто праздник, веселье, это принцип, который утвердились евреи для того, чтобы вернуться к Богу, который любит, который помогает, который изменяет, который благословляет. Римлянам 1,2,20 ниже Рав Шаул описывает фактически, что происходит сегодня и тогда происходило сегодня с нашим молодежью, с нашими людьми, которые может быть каким-то образом знают Бога, но хотят сделать так, чтобы вера в Бога была максимально приближена к мирской. Вы меня извините, я сейчас перескочил так, я очень часто вижу, особенно в это время, время новогодних праздников, как христианские церкви, они не приглашают людей в церковь по причине, например, молитвы или же праздничного служения Господу, они устраивают как бы такой конкурс, у кого лучше будет новогодняя елка, они устраивают в принципе, что мы сделаем хороший клуб для детей и проведем у них Новый год, придет Дедушка Мороз со Снегуркой и в это время мы немножко дадим им Мессию, немножко Христа. Интересная концепция. Кто из вас понимает, что Дедушка Мороз и Снегурка это мистические образы недобрых людей, а в древне языческом мире российском или может быть Руси, это был Дед Мороз, это был демон, которому приносили в жертву девиц. Как можно слиять идолопоклонство с тем, чтобы мы говорим о Христе, о Мессии? Рав Шаул начинает писать таким церквям, таким людям, которые хотят немножко мира, в свою церковь, мирского, в свою церковь, он пишет, «Ибо невидима его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безмолвны, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось сердце их, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили на образ подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, присвыкающимся, то и предал Бог их по хотям сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили тварям вместо Творца, который благословен во веки аминь, потому что предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное потребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное потребление женского пола, разжигали с похоти друг на друга, мужчины на мужчин, делая срам, получая в самих себя должное возмездие свое заблуждение, и как они не заботились имея Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делая непотребство, так что они исполнили всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнялись завистью, убийство, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достоин смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. сегодня пропаганда еленизма, греко-римско-ассирийского порабощения свободно рекламируется через СМИ, через Евросоюз, толерантность, через всевозможные гуманистические программы, через атеизм. Сегодня наша молодежь, она в очень трудном положении. Сегодня на них влияет этот мир. Им хочется быть похожи на этот мир и немножко этого мира иметь в себе. Восстание хасманеев, то есть евреев, которые не согласились с этим образом жизни, сделало чудо в их жизни, приготовило отношения с Богом. Сегодня я призываю многих из вас посмотреть на этот праздник не просто праздник чуда, привычки зажжения свечей. это возврат в то, во что мы верили и верили наши родители. В те уставы и устройства, которые оставили нам наши родители. То Писание, которое никогда неизменяемо было. То Слово, которое Бог оставил для нас. Я понимаю, что сегодня этот мир предлагает нашей молодежи по интернету различные развлечения. Не только покупки одежды, но и все остальное. Оно свободное любви, предлагает свободное сожительство в браке, свободное принятие мыслей и поступать как они хотят. Я вам скажу так, что всего этого добивались и греки. И мы знаем, что их сила не осталась как бы в действии. Сегодня Бог, Он Бог реальностей. Он хочет изменить нас. Этот ханукальный день для нас есть праздник нашего обновления. Я бы хотел, чтобы сейчас мы все встали наши ноги. сегодня многие люди на протяжении этих перемен, которые наше государство пережило, кидали вызов так называемого христианско-советскому обществу. Наша страна, в которой мы живем здесь, называет себя христианской. они клянутся на Библии, они ходят в храмы, но мир и влияние извне пытается поставить их на колени, всех нас, через интернет, через СМИ, газеты и информацию. Сегодня у тебя есть выбор. Сегодня у тебя есть реальный выбор следовать за Богом и, может быть, сражаться за свою семью, за своих детей, за своих родителей. У тебя сегодня есть выбор, чтобы видеть свою прекрасную страну, в которой ты живешь, и город, в котором ты просто наслаждаешься немножко другим. Это кажется, что мы древние. что мы несовременные. Это не так. Разврат это несовременность, это порог. Сожительство в небрачных узах это не гордость, это посрамление. Зависать на порнографии, входить в игральные заведения, в стрип-бары, которые пооткрывались на наших улицах. Это не современность. Это уже было. Это уже проходили. Современность это быть свободным, не быть рабом. Современно это тогда, когда ты можешь сказать, я это не делаю, и я могу это не делать. Это современно. Когда предлагают тебе наркотики, от которых ты был зависим, ты можешь сказать, я это не буду делать больше, потому что только во мне, Иисус, который меня освободил, дал мне победу. И я сегодня стремлюсь к Нему, к обновлению моего храма. И Библия говорит об этом. Вы храм Бога живого. Дух Божий живет в вас. Так этот праздник для нас, обновление для нас, отношение с Богом для нас. Современность это не только одежда, которую великие дизайнеры делают. Современность это тогда, когда мы можем носить то, что достойно, что прилично, что не вызывает агрессии других. Мы никогда не сможем угодить этому миру. Мы никогда не сможем Богу угодить, если будем иметь мир в себе, мирское вмешление. Библия об этом говорит. Библия говорит простые вещи. Дружба с миром вражда против Бога. Следовать за Богом нелегко. Маковеи, они сражались. Они не просто сделали меморандум и сделали свободные выборы. А мы не согласны теперь проголосуем, что мы не будем больше с греками. Они боролись, они сражались. Некоторые погибали, некоторые не видели это очищение. Но хочу вам сказать, что для нас сегодня важны наши семьи, важна наша страна, важна наш город. Мы нужны друг другу, чтобы мы были обновлены. Это сделал Иисус для нас на Голгофском кресте. Он дал нам путь, путь свободы. Путь свободы через унижение. Потому что сегодня не популярно сказать, что я христианин. С него популярно сказать крутой бизнесмен, делец. Сегодня не популярно сказать, что я знаю, кто есть Бог для меня. Сегодня популярно прийти преклонить колени в храм. Независимо это место, либо там, на Преображенской. Я призываю людей искать Бога сегодня везде, где бы они ни были. Как бы ты не называл себя православным, католиком, протестантом. Покажи этому миру, что он не может поработить тебя. Что Епифан безумец, безбожник, не может изменить твою веру в того, кто был распят. В того, кто дал за тебя жизнь. Он не может изменить тебя. если ты уже давно верующий, ты попался в капкан этого мира. У тебя сегодня есть реальное решение не следовать этому миру, а Бог будет освобождать и очищать. Об этом говорит откровение, что многие пройдут испытания убеляться. Это наш выбор сегодня убеления. Давайте мы зажжем эту минору в нашей жизни. Давайте мы зажжем этот светильник, чтобы этот свет, который зажег внутри нас Иисус Ишуа, он горел для всех. И чтобы наш свет был светом, а не был тьмою. Вот это и есть Хануха. Во время поклонения, во время сейчас этой песни, которую мы будем петь славу и хвалу Богу, давайте мы в нашем духе просто примем решение, что мы хотим быть свободны. Мы не хотим участвовать беззаконие этого мира. Мы хотим называться детьми Божьими. Мы хотим следовать за Богом, потому что Бог, Он милостив и благ. Испытайте как благ Господь, испытайте еще раз. И я приглашаю тех, кто хочет изменить свою жизнь, во время поклонения выходить вперед. Знал ты Бога или ты не знал, верующий ты уже год или десять. Это Ханука для тебя. Это Ханука для тебя. Это Ханука для тебя. Ханука твоя сегодня. Ханука И ты нуждаешься в Боге, подниму к Нему свои руки, Как знак согласия, что я жажду Тебя, Господь, Твоей святости и Твоей милости. Я нуждаюсь Тебя, Господь, только лишь с Тобой, Господь. Бог, славы и святой, мы превозносим Тебя, поем Тебе. Только Ты один достоин, мы превозносим, мы поем Тебе. К Тебе, Святое, в храм Твой войдем, Господь, поклонимся и обновимся. Сегодня Духом Святым Ты обнови нас, обнови, Господь, обнови. Бог, Господь, Бог наш. Ты, Господь, Господь. Субтитры подогнал Игорь Негода. 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 Славный святок, ты привозносит. Ты один, только ты один достойный. Во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Дух Святой сегодня призывает многих. Даже если вы в нас в гостях случайно, Он прикасается к вашему сердцу. И сегодня ваше время. Это ваше время. Это ваше время. Время преклониться. Если вы не хотите выходить, Встаньте на колени там, где вы есть. Ваше время. Ваше время. Время – Вемя – Время – Время – Время – Время – Достой! Аба, ты достойный! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я никогда не знал тебя Я стучал в твое сердце Я спасал тебя на пути Я поднимал, когда было тяжело Я выходил тебе навстречу Это был я И в тот момент, когда тебе дали возможность примирения Ты отверг эту единственную возможность Примирение Голгофа Смешное имя Название холма Где был развит Мессия Он пришел на эту землю Да ради таких, как я и ты Он пришел, чтобы дать нам путь Чтобы изменить нас Все, что нужно сделать Сказать, Господи Я устал жить так, как я живу Я нуждаюсь в тебе Единственный путь Идет через Голгофу Я хочу обнять твои ноги Я хочу вложить мои руки в твои Пробитые, пронзенные кисти Я хочу увидеть милость твою Приди, Аба Помоги мне Я устал бороться в моей жизни За тем эпифаном Этой культурой Которая мне предоставляет Все больше и больше разврата Все больше и больше удаляет меня от праведности От правильных дел Удаляет от тебя, Господь Помоги мне Сегодня обновиться В моем храме Помоги мне Сделать решение Это время для тебя и для меня Время обновления Встреча с лицом к лицу С твоим Творцом И все, что нужно сделать Сказать, что я не буду так жить Господь, я приглашаю тебя в мою жизнь Вы его ворвись Сверхъестественно ворвись Через чудеса и знамения Исцеление тела От болезней, заболеваний От всяких привычек Аба, сегодня ворвись в нашу жизнь Пускай этот храм наполнится твоим светом Наполнится твоим присутствием Затвори это чудо Чудо Хануки Обновления моей жизни И я нуждаюсь тебе Ты достоин, достоин, достоин Ну, Господь Ты достоин, достоин Ты достоин, достоин И я нуждаюсь тебе Ох, мой Славь не из-за конца Ты достоин Ворвись в мою жизнь В мою жизнь Только ты один Только ты один Ты достоин Прославьте, прославьте Всем своим естествам Присоединитесь к нам Поставьте ему славу И вы увидите чудо Вы увидите невозможное Невероятное Сегодня Это предлагается для нас сегодня Достоин Достоин Нет подобного тебе Нет таких, как ты И на небе И на земле О, Бог Абрама и Цахарь И якобы Бог Прикоснись Ты один Достоин Ты 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 достоин Прикоснись 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 И живо Прикоснись Твоим присутствием Там, где ты, там свобода Там свобода Нет подобного тела Послушайте Послушайте, Слава Я и мы, где жены, что мы дверь Послушайте Только о том, что нет таких, как ты Что нет таких, как ты И мы пришли И мы пришли, чтобы петь И гнуть громко О том, что нет таких, как ты Что нет таких, как ты И мы пришли, чтобы петь 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 Что нет таких, как ты И мы, что мы, что мы, как мы О, ты, только ты, только ты, Господь Измени, измени нас, измени Изма, измени нас, измени нас Это твой шанс, это твое время, по имени Ишуа. Это твой шанс, это твой шанс, это твой шанс. Нам нужна реальность Его. Нам нужен храм. Мы не можем быть похожи на этот мир, потому что мы нет этого мира. Абсолютно нет этого мира. Мы среди них находимся. Мы, может быть, внешне похожи на них, потому что мы создание Божие. Но внутри нас что-то больше, чем у них. У нас есть верность своей семье. У нас есть верность отношениям. У нас есть то, чтобы сказать нет греху. У нас есть то, что надеждой не постышает. Сказать нет алкоголю, и он дает свободу. Мир проходит, и он пройдет. Но милость Божья остается вовек. Остается вовек. Остается вовек. Саша, возьмите сейчас так за руки все. Я знаю, у нас многие люди вышли вперед здесь. Не только, чтобы помолиться за них, а чтобы свою жизнь дать Богу. Если станет целью вашей жизни угодить Богу, вспомните о Хануке. Ради свободы от гнета греха. Этот юноша бросился под слона, который раз был снаражен доспехами. Отдавая свою жизнь за свободу, он уничтожил врага. Твоей жизни, может, для свободы нужно, чтобы пожертвовать какими-то вещами, отношениями с этим миром, с зависимостью. Но если ты сегодня отдашь это Богу, Он обещает сделать твою жизнь подобной светильнику. И жизнь эту будет вспоминать. Сделай перемену. Пускай предстоящий год будет для нас целью изменения. Чтобы приготовить масло, нужно было восемь дней. Чтобы полное изменение происходило, нужно что-то сделать. Этому нужно время. Сделать это усилие. Я хочу, чтобы Господь сейчас прикоснулся через ваши руки друг к другу. Чтобы Его присутствие было сильным в вашей жизни. Чтобы когда вы пойдете домой сегодня, переживания Бога были настолько сильны. что вы кушать не могли. Что вы даже хотели убрать, а не могли. Что вы почувствовали, что ангел Божий, он стоит рядышком, что Бог наблюдает. Что Бог касался через вас дух. Текли слезы, приходила радость. И вы могли сказать, неужели это произошло? Мой Бог, он со мной. Он никогда не уходил. Он всегда будет рядом. Это мы, как народ, удаляемся, потому что нам нравится то, что в этом мире. Дружба с этим миром. Вражда против Бога. Если ты хочешь прикосновения и изменения, иди к Нему. Не обязательно на этом месте. в твоем доме, с твоей женой, с твоими друзьями. Может быть, компания, которая верующая. Наполни свою жизнь, его присутствие. А во имя еще, Мессии, мы не просто взяли за руки, мы благословляем сейчас друг друга. Благословляем твоим присутствием, этим обновлением, этой ханукой. Мы благословляем, Господь, изменением и, Господь, переменой. Благословляем друг друга на исцеление, на освобождение, на просто переживание тебя сверхъестественное. Господь, и там, где ты, там воистину есть свобода, потому что того, кого сын освободил, воистину он свободен. И пусть Бог, обрабает Сахаякова, благословит вас и сохранит вас. Пусть он презрит на вас светлым лицем своим и помилует вас. Да обратит свое лицо, Господь, на тебя. Сын и дочь на тебя и даст тебе свой отцовский божественный мир, шалом. И куда бы ты ни шел, где бы ты ни находился, ты чувствовал, что твой Аббар, твой небесный Отец, он рядом. Сын и дочь мусе млеха, мусе млеха, шалом. Во имя шуми си. Амин. Я хочу вам также еще что-то напомнить. У нас есть хорошая традиция. На Хануку люди, которые к нам приходят, они берут берут сами. У нас конверты есть. У нас есть конверты. На Пасху мы делаем особенные дополнительные пожертвования, как бы жертва любви и благодарности Богу. Аминь. 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 Продолжение следует...